Доброго всем времени суток, в эфире Демус и Водка. Итак, на повестке дня у меня сегодня водка с громким названием Татарстан. В наших краях это абсолютная редкость. Появилась она у меня благодаря моему подписчику Марку Соболенко из славного наукограда Дубна, за что ему, естественно, огромнейшее спасибо, большой привет и еще раз с днем рождения. Будем пробовать. Дозатор. Жалко, не отлетает. У меня теперь есть маленькая рюмочка. Совсем маленькая. А то многие начинают ругаться, почему ты наливаешь пополовину, теперь можно наливать пополную. Тоже подарочек. Ну запах водочный, немножко-немножко сладковатый какой-то. Флёр. Ладно, пить вредно, жить страшно. Всем там будем. Татарстан. Это вроде бы ничего так, но небольшой элемент вкуса пробегает. Крайне мере, немножко сладость. Медовая была. Еще какой-то такой загогулистый послевкусие на самом деле. И водочная горчинка здесь. Мягко. Прям уверенно, хорошо, достойно. Ну как раз. Я ж люблю говорить. Мы же не напиваемся, не тот канал, где напиваются. Водочная горечь. Спиртовой шлиф быстро проходит. Упало. Немножко сладости чувствуется. И что-то еще такое. Что-то вместе. В послевкусии. У меня домашняя джичка. Начинаем изучение. Итак, здесь у нас написано Татарстан. Дальше ТАСССР. Крепость 40. Объем 0,5. Оформлены здесь такие национальные узорчики. Довольно-таки все симпатично. Есть тоже сверху здесь такие вот вензеля, герб. Состав здесь у нас выполнен практически как для зорких соколов. Если бы фонарь мне в лобаш не бил, было бы лучше. Итак, водка Татарстан. Водка питьевая исправленная. Спирт Альфа. Мед натуральный. Регулятор кислотности. Натрий. Дуугли кислый. И винная кислота. Далее ароматизатор ванилин. Производит Татспиртпром. Здесь очень-очень много заводов. Я, честно говоря, не смог разобрать по коду, кто у меня здесь производит. Но на сайте написано, что вроде как Усадский ликвировочный завод. Вот, если я не ошибаюсь. Тоже, кстати, почитал. Кажется, водка-то с большой историей. Её делали к тысячелетию Казани. А это, если я правильно помню, было ещё в 2005 году. Так что водка достаточно древняя уже получается. Марк, здоровье. Вот до момента полнейшего послевкусия вообще нормуль. А потом начинается приключение. Ну, не гадко, совершенно не гадко. Но если вот действительно сразу подзакусить немножечко, вопросы снимаются. После вкусия мёд начинает заигрывать с какими-то другими вот этими интересными. Естественно говоря, не знаю, вот это винный, винный, кто у нас там, винная кислота, что она вообще из себя представляет. Но будем считать, что они вместе дают, воедино, собравшись, взявшись за руку, как лучшие друзья, дают несколько странноватый элемент послевкусия. Но, опять же, повторюсь, не критично. Водка мягкая и есть, как-то не странно, водочная горчинка. Причём она чувствуется явственно. А не так, что «А где же ты, горчиночка? На каком ты поезде уехала? Неплохо. Даже хорошо. У меня тут жареная курица. Я вообще, честно говоря, курицы закусывать не люблю, но так получилось. Выбора не было. Обстоятельства. А джичка просто бомбическая. Домашняя. Не острая, правда, но как такая овощная пюрешка, заправочка. И кисленькая, немножко пикантненькая. Господи, остановите меня. за Казань. Ну вот что вот мне прям нравится, то что, во-первых, вообще не жёстко, ушла, водочная горчинка есть, медок чувствуется, ну остальное уже нюансы. Я, честно говоря, вот до сих пор у меня в голове эта мысль, на кой хер вы пихаете водку в ваниль, настой ванили. Особенно, когда это касается водки не особо. Это ж не первый раз уже было. Там на вскидку, ссылочка там появится, южная, южная столица, там в ваниль такую трешать он удавал в послевкусии. Вот я не понимаю этого элемента. Нахер оно бы не второхтело в нормальном, обычном, хорошем, вкусном, простом продукте. Но, опять же, чем бы дитя не тешилось. О, я вот так вот сделаю. Поступим бутербродисто. Горчиночка водочная. Вот все вроде бы зашибенко, кроме если вот к себе начинаешь прислушиваться, а я ж не могу, вот, мне ж надо постоянно доколупываться до чего-то, находить какую-то гадость, нет бы сесть, завалить и наслаждаться. Но так у меня не работает логика. Доводилось мне быть в Казани. Сейчас пойду в эту хренительную историю. Благо, история будет короткая, потому что рассказывать особо и нечего, потому что это было лет пять назад. Мы поехали, рабочие были моменты, рабочая командировка. Мы были неделю в Казани, но настолько там был плотный график, мы там занимались всякой хренатенью, что, в принципе, я не видел там ни город, ничего, только там дорогу от аэропорта до отеля и там все, что вокруг, потому что выходили уже вечером, потому что все остальное время, это был мощный научный труд. И погода еще не очень располагала, потому что это был декабрь, и что-то мы не ожидали, что оказывается в Казани так холодно. Почему-то как-то вот была мысль, что не настолько там все сурово, а для нас все-таки южных... В общем, такие были перебежки из отеля по близлежащим окрестностям. Но вот очень хорошо запомнились люди и как раз-таки в хорошем смысле этого слова. Давайте за хороших людей. Так, ну еще немножечко. Я тут последнее видео жаловался на погоду, дескать, холода, где же вы, родные? Лето, уходи и солнце свое забери. Сбылось. Ну как сбылось? Все же всегда циклично, каждый год одно и то же. Как вывесили у подъезда замечательное сообщение о том, что на следующей неделе вам отхреначат горячую воду на неделю, но сразу пришли холода. Вот мне всегда интересовало, это как? Это специально подбирается? Или есть какой-то симбиоз, есть какой-то заговор мировой? Ну какого хрена? Ну делайте вы свои профилактические работы, когда нахрен плюс 40 было в конце августа, ну сделайте вы, или что, две недели что-то порешало? Не знаю, что-то глобальное поменялось в этом мире? И вот каждый год одно и то же. Похолодание, отключение, отключение, похолодание. В чем здесь смысл? Это мой очередной этот ЖКХ-хейт, моя любимая вторая тема после погоды. Ну давайте. До спокойствия. Вот в послевкусии сладость, небольшая кислинка, это в послевкусии, когда к себе прям хорошо прислушаешься, и совсем немножечко вот ванильной этой хрена нотки. Но это надо ждать. Так сразу они не приходят. Блин. Теперь по итогам. Ценник где купил? Купил не я. Опять же, спасибо Марку. Еще раз большой привет. Ценник я посмотрел в этих странных интернетах. Ну ценник там примерно от 400 где-то до 500 в разных магазинах это все. Ну пусть будет там, грубо говоря, там 450 усредненно, скажем. Ну, может, конечно, дороговато. Здесь надо делать скидку на всякие там дань, традиции, юбилеи и прочее, прочее, прочее. Опять, что такое аутентичное. Учитывая ценник, я бы этот напиток назвал таким более старшим и премиальным братом тундры. Такие у меня какие-то мысли появились. Говоря про вкус, выпиваешь. Не жестко совершенно. Водочная горчинка присутствует. Легкая-легкая нотка метка есть. Все это абсолютный плюс. А вот дальше если, если, если сидеть и колупаться в себе, думать о вечном, рассуждать, а как же она там уляжется. Вот здесь уже лично для меня начинается вот эта не самая лучшая нотка в послевкусе, которая там начинает между собой заигрываться. Но это опять же может быть кому-то и будет по барабану, особенно если вы предпочитаете закусить сразу. Ну, я же не могу, повторюсь, не докапываться. Суть моя такая. В общем, если говорить по баллам, то я бы четверку поставил бы. И на этой торжественной ноте как всегда бы проговорил, что мнение мое субъективное, я ни в чем не разбираюсь. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Не забывайте, что есть бусти, где можно поддержать канал монетой. Друзья, всем пока и, конечно же, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok